Книга «Открытым окном». Тема «Обращение ко Христу». Седьмой том. Вопрос 1838. Слово Божие не одобряет, когда люди ищут и требуют даже неких сверхъестественных чудес. Нужно думать, что святые-то избегли этой детской игры в чудеса, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вот они-то как раз этим и болели. Но так как их превозгласили святыми, даже некоторых великими, то, что бы они ни делали, православные неразумные возводят и этот поиск чудес в эталон. Вроде бы, раз уж они святые, то так и должно быть. Верующий же должен не на человеческий авторитет смотреть, а на абсолютный авторитет Иеговы, Иегу Бессмертного Слова. Галатам 2 глава 6 стих. Для знаменитых чем-либо, каким бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. Один из них, Василий Великий, вообще без этих чудес как будто и не обходился, и требовал непрерывные прикрещения при литургии, при споре за храм и за авторитет брата Петра. Такие люди легко подпадают под обольщение от сатаны. Он непременно воспользуется этим и выдаст любое чудо, чтобы увлечь человека за собой, вызвав его доверие. 1 Коринфянам 1 глава с 22 по 25 стихи. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллины безумие. Для самих же призванных иудеев и эллина Христа Божию силу и Божию премудрость, потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Что значит это изделие рук человеческих, голубь из золота или из дерева, чтобы он колхался? Сравнись с настоящим голубем, этой незначительной мудростью Божией. Какой он подвижный, как воркует, как верен своему дому. Василий Великий, 1 января. В то время Василий, призвав золотых дел мастера, приказал ему изготовить из чистого золота голубя, во образ того голубя, который являлся над Иорданом, и поместил его над святым престолом, дабы он как бы охранял божественные тайны. Господь Бог некоторыми чудесами, знамениями засвидетельствовал еще при жизни Василия об его святости. Имел святой Василий Великий и такой благодатный дар. Когда он во время литургии возносил святые дары, то золотый голубь с божественными дарами, висевший над святым престолом, движимый силою Божию, сотрясался три раза. Однажды, когда Василий служил и возносил святые дары, обычного знамения с голубем, который своим сотрясением указывал в сошествии святого духа, не было. Когда Василий размышлял о причине сего, то увидел, что один из диаконов, державших репиды, смотрел на одну женщину, стоявшую в церкви. Василий Великий повелел тому диакону отступить от святого жертвенника и назначил ему эпитемию, семь дней поститься и молиться, проводить целую ночь без сна в молитве и из имения своего раздавать милостыню нищим. С того времени святой Василий повелел устроиться в церкви перед алтарем, завесу и перегородку, для того, чтобы ни одна женщина не могла схватить в алтарь во время совершения божественной службы. Непослушных же повелел выводить из церкви и отлучать от святого причащения. Припсав, 10 сентября. Сей святой получил от одного пустынника кровь, истекшую из причистого ребра Господа нашего Иисуса Христа, и совершал ей много исцелений. Язычники, ночью убив святого репсава, а великое сокровище, кровь Христова, было сохранено у его ученика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова